Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карта РОС-78 дверей. Сегодня мы будем благодаря этой колоде карт раскрывать тайны в раскладе, который называется, что он хочет от ваших отношений и нужны ли ему эти отношения. Потому что на самом деле очень часто зависят отношения от того, что мужчина в эти отношения вкладывает, какие у него планы, мысли. Одно дело, когда он хочет просто, например, секса без обязательств, и тогда это нужно изначально понимать и не строить планов, и может быть уже находиться в активном поиске. Или другой вопрос, если он вас рассматривает в качестве жены, здесь надо уже как-то строить отношения, если ваши планы совпадают. Итак, сначала мы все рассмотрим, все, что касается его. Сейчас это займет какое-то время, чтобы мы выложили карты. И уже пойдем рассматривать все ситуации. Все мы выложили, да? И смотрим, смотрите, мужчина коммуникабельный, легкий, общительный, любит женское общество, любит покрасоваться в женском обществе, любит внимание женское, да? В принципе, он такой легкий, комфортный, уютный. С ним можно как-то общаться, он может пошутить, он может как-то юморить, да? То есть, в принципе, такой достаточно комфортный мужчина. Так, что у него в жизни ушло? Смотрите, уходит то, что он хотел в бывших отношениях что-то обновить, начать все сначала. То есть, его бывшие отношения для него были весь мир. Он хотел там еще как бы построить семью, он хотел еще ребенка. И он как бы кругами ходил, действовал. То есть, ему хотелось эти отношения вернуть, возобновить, потому что он понимал, что нового как-то ничего интересного в его жизни не происходит, да? Он это закрывает, эту сторону, понимая, что дважды в одну реку не войти. Что у него в голове? Что не может он бросить эти отношения? Какие-то они для него кармические, тяжелые. Вроде бы тащить сложно и бросить не может, да? То есть, он думает, почему он это все отрабатывает. Что его интересует? Интересуют, конечно, деньги, финансы. Он понимает, что его женщине нужны были только деньги от него, да? И без денег он ей не нужен. Из этого у него депрессия, апатия. Он даже как бы немножечко сейчас пригорюнился, да? Он был готов эту женщину ждать достаточно долго. Может быть, всю жизнь. Он мог бы ходить кругами в надежде на то, что она с ним эти отношения восстановит, потому что была когда-то большая любовь. Так, смотрим. Он у нас. Он у нас весь в иллюзиях, фантазиях. Такая творческая, романтическая личность, которая может вечерами фантазировать, думать, планировать что-то в голове, да? Но это все как бы остается именно в иллюзиях и фантазиях, потому что он ничего не развивает. Смотрим у него в будущем. Ну, смотрите, вот в будущем как бы с вами. Вы для него, ну, прямо божественная такая женщина с такой энергетикой, которая дает ему силу духа, подъем, движение. Он на вашей энергетике сидит. Ему кажется, что вы знаете больше, чем он в этом мире. Он ловит каждое ваше слово в ваших отношениях, да? Вы в этих отношениях такая женщина, которой можете давать любовь. Причем давать любовь это через общение, потому что как бы синий цвет это цвет вишутхи. И вы как бы ему эту любовь как будто бы доносите словесно. Ну, то есть или вы объясняете, или рассказываете, или вообще очень много общаетесь. Тут прям любовь через общение идет, да? То есть она его пронизывает. Все тело, как бы, я не знаю, там, каждую веточку тела воспринимает ваше общение, скажем, на этом уровне. Сам он по себе. Спортивный, активный. Очень много любит двигаться, путешествовать, куда-то собирается. Например, в отдых какой-то, да? Может быть, активный, может быть, с друзьями, может быть, не один, может быть, на машинах. Ну, то есть весь он в этом сейчас находится. Есть у него какие-то проблемы в отношениях, а перед ним как будто бы закрываются все двери, да? И он понимает, что вот у него к вам такие чувства, вот прям сильные чувства, да? Но вы его не слышите. То есть вы уходите как бы из этих отношений. Он пытается как-то достучаться через стеклянную дверь, а вы его не слышите, потому что, ну, у вас, может быть, какие-то другие планы на него, да? То есть пока он там бегал за бывшими отношениями, вы в этих отношениях, может быть, находились, может быть, он вам рассказывал, может быть, вы чувствовали, что, как бы, зачем вам вот этот вот его, скажем, там, вагон с прицепом все время выслушивать, когда вы хотели строить какие-то, может быть, легкие отношения, комфортные, вы делились энергией, дарили ему, там, давали советы, общались, а в результате вам что-то как-то надоело, и вы развернулись, пошли, да? То есть как бы что у него на самом деле, какие у него все-таки планы на ваши отношения, да? Что он хочет от этих отношений? От этих отношений у него вот кроме иллюзия пока ничего не вижу, что он тут в иллюзиях гоняет у нас. Вы для него такая далекая, далекая, холодная звезда. То есть он понимает, что вы не его женщина, да? То есть вы достойны большего, у вас может быть звездное будущее, кто-то, допустим, в перспективе у вас будет совершенно другой, и в результате он понимает, что вы уйдете. То есть он тут как бы, конечно, хотел бы этих отношений, хотел бы что-то строить, хотел бы их развивать, потому что такой вот энергетики ни от кого не было. То есть такая солнечная карта. Вы для него, он вас рассматривает в качестве жены. То есть он хотел бы такую хозяйку, такую жену и такую умницу-красавицу. И он считает, что вы были бы хороши в сексе, и хотел бы общих детей, потому что вы умеете дарить любовь. Вы умеете доносить эту любовь, да? Как бы не просто там говорить, я тебя люблю отделать в пакости, а вы умеете дарить такую энергетику, что он чувствует это все, да? Что у него еще тут в планах? В планах переживания болезненные. Он понимает, что, ну, вы считаете, что он не по судьбе вам, и не строите с ним ничего серьезного, поэтому у него здесь такие болезненные переживания, которые он ничего делать не будет. Вот он сейчас наслаждается энергетикой вашей. Он слушает каждое слово, он вас внимает, он как бы фантазирует, он что-то думает, он там планирует. Но для него эти отношения он понимает бесперспективно, потому что вы какие-то рамки расставили, да? И он понимает, ну, за что мне такие кармические тяжелые отношения, да? Почему я не могу ее бросить? Почему я тут должен проходить ситуацию? Вы еще ему объясняете, что ты должен зарабатывать деньги, а он как бы понимает, что он вас финансово не подтянет, у него из-за этого депрессия, апатия какая-то. Ну, то есть мужчина попал в сложные кармические отношения. Здесь рулит не он, здесь рулите вы. Здесь вы понимаете, что вот под этим параметром он мне не подходит, да? То есть, например, есть категория, например, профессии, которая неприемлема для женщин, если она статусная. То есть ей не нужны охранники, ей не нужны водители, ей не нужны грузчики, да? Ну, то есть как бы ей не нужен рабочий класс. То есть бац, он в эту категорию попадает, она его отметает. Так, мне не нужен мужчина, у которого зарплата, например, 70 тысяч, мне не нужна зарплата, там 100 тысяч, да? Как бы раз, он отпадает. Там пусть он, допустим, спортивный, активный, там не пьет, не курит и так далее, но есть параметры, которые превыше. То есть как бы женщине важно сказать подругам, кто ее мужчина, да? То есть не всегда женщине с гордостью может сказать, мой мужчина водитель или мой мужчина охранник, потому что подруги первые спрашивают, он у тебя кто? Там они не спрашивают, он там прям спортивный, какая у него фигура, они спрашивают, он у тебя кто? Он сколько зарабатывает? То есть мир беркантилен у нас, и он как бы все построен на финансах, поэтому женщина хочет с гордостью сказать, да, что мой мужчина там, например, бизнесмен, мой мужчина там, я не знаю, там, юрист, мой мужчина там, я не знаю, там, имеет какой-то там статус, я не знаю, там, депутата Госдумы, ну, то есть у каждого свои параметры. Вот по вашим параметрам он вам не подходит. Плюс еще как бы то, что он вам все время рассказывал про бывшие отношения, вы его там что-то воспитывали, как бы воспитывали и отдалялись потихонечку. Давайте смотреть. Какие советы вам дают высшие силы женщина, которая относится к знакам зодиака воздуха в таких отношениях? Тормозите эти отношения и не развивайте. Ничего из этого хорошего не получится, да, то есть оставьте этого мужчину в друзьях или в советчиках, да, с которым может быть приятно поговорить, потому что для знаков воздуха женщинам всегда нужен какой-то друг, с которым можно поделиться противоположного пола. Советы для знаков зодиака огня. Будьте более осторожны, не надо афишировать свои отношения, присматривайтесь, приглядывайтесь, я думаю, что это тоже не ваш мужчина. Так, советы с знаком зодиака земли. Оставляйте его в качестве друга. То есть даже если вы понимаете, что он вам не нужен, но в качестве друга пригодится, не надо никогда ставить точку в отношениях, никогда не знать, какой мужчина пригодится завтра. Так, и советы для знака зодиака воды. Вот здесь вот прислушайтесь к своей интуиции. Вот этот мужчина быстрее всего вам подойдет, потому что, может быть, вы не настолько меркантильный, вам нужны чувства, эмоции, какая-то любовь, там, да, может быть, вам хватит и зарплаты его в 50 тысяч рублей. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Спасибо.